На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня? Да, да. Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Добрый день. С понедельником всех, кто присоединился к Радио Болтком. Начинается программа Добро пожаловаться. С нами на прямой связи председатель Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Будем надеяться, что я, Варгонтрев, к нам присоединится. Уже. Так что вся команда в сборе, наших уважаемых экспертов. Остается дождаться ваших вопросов. Это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Звонить можно в прямой эфир 67212-93-9, 67213-93-9. Телефоны не изменились, телефоны прямого эфира. И также можно ваши вопросы задавать в письменном виде. Присылайте их на WhatsApp. Номер WhatsApp 2-300-6191. 2-0-0-0-6-1-9-1. Звоните, задавайте вопросы. Пока вот начнем, может быть, с актуальных тем. Буквально повысились тарифы стоимости утилизации несортированных отходов в Гетлине. Причем сразу на 87 процентов и составляет вот теперь 124 евро за тонну. И все это приведет к увеличению, естественно, вывоза мусора и вот этих всех оказываемых услуг. Как вот можно прокомментировать, насколько это действительно оправданы там ростом энергоносителей или какими-то другими факторами? Что делать, как выживать? Ну, а что тут комментировать? О том, что переработка отходов будет стоить дорого, уже сообщалось давно. Есть план по повышению цены. И он реализуется. Здесь ничего комментировать мы не можем, потому что это сфера регулируемая. Обоснованность, повышение цен подтверждается решением тарифного регулятора. Но насколько там это еще политическая составляющая, тоже трудно сказать. Это неизбежный процесс, который, я так понимаю, это те рельсы, на которые нас поставили, и с каждым годом будет все дороже. То есть варианта такого, что пойдет назад, не будет. Как можно уменьшить, каким образом вот все эти расходы, связанные с мусорными вещами? Пока только сортировка. Пока только сортировка. То есть выход, попытка сортировать мусор, и пока бесплатно можно вот те контейнеры, которые не везде, правда, еще установлены, и непонятно, каким образом их установить рядом с каждым домом. Ну, рядом с каждым домом надо ли их устанавливать рядом с каждым домом? Это первое. Надо было бы выделять все-таки, как планировалось, площадки для того, чтобы полностью заполнялись контейнеры с одной стороны, с другой стороны, чтобы было удобно не одному дому, поскольку это обезличенный вывоз. То есть он не связан с платежами конкретного дома, то их можно было бы, надо было бы выделять отдельные специализированные площадки и там выставлять. Так, я думаю, было бы более разумно, нежели около каждого дома есть место, нету места. Потом, кто-то хочет сортировать, кто-то не хочет сортировать. Тут очень много нюансов. Я бы придерживался того, что все-таки нужно для контейнеров сортированного мусора нужно выделять отдельные площадки. — Еще раз, да, напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Пока вот еще одна тема, о которой сейчас пишет пресса, в частности, вот НЭД Карига, о новых правилах отопления. Ну, во-первых, не секрет, что теперь запрещено использовать будут газовые котлы с 2025 года. И плюс к этому все виды твердого топлива, имеется в виду дрова, уголь. И получается, что два пути, два остается выбора для отопления домов или подключения к центральному отоплению, или тепловые насосы. Ну, и вот, кстати, НЭД Карига говорит о том, что тепловые насосы экономически, ну, из-за роста энергоресурсов, это все становится более и более дорогим. И они считают, ну, вот в НЭД Кариге открытым текстом говорится, что, конечно, это противоречит статье 50-й закона об энергетике, где собственники зданий и сооружений имеют право выбирать наиболее выгодный вид теплоснабжения. То есть, как это согласуется, ну, то есть, конфликт этих новых правил с пунктом закона, как будет решаться, непонятно. Тоже, вот, может быть, на эту тему, если можно, какой-то комментарий. Потому что, судя по всему, эти правила, ну, учитывая там политический расклад, что утверждать их будет Министерство регионального развития, Министерство среды регионального развития, где, опять-таки, тот же самый альянс развития за прогрессивное. То есть, ну, скорее всего, это не, это будет принято без каких-то проволочек. Ну, я бы сказал так, это такой вопрос. Ведь вопрос стоит о том, что, во-первых, там доступность какого-то источника тепла. Первый вопрос главный. Есть ли рядом централизованные сети или их нет? Есть газопровод или нет? Если есть централизованные сети и газопровод, но я скажу так, сегодня выбор между этими двумя источниками тепла не совсем однозначный, потому что те, кто сегодня отапливаются газом, они страдают очень сильно. Поскольку тепло, которое производит ТЭЦ и транспортирует Вигас Силтумс, оно регулируется со стороны государства, эта стоимость. А там и биржевая цена. И сегодня у тех, у кого газовые котлы, там ситуация непростая. Это первое. Второе. Ну и хорошо, нельзя газовые котлы. Ну, допустим. Я не знаю, чем самое чисто из сжигаемых топлив оказывается самым нежелательным. Потому что дальше там, насколько я понимаю, по крайней мере, в постановлении Веческой Думы сказано о том, что можно заменять на возобновляемые ресурсы. Значит, на пилеты. Все тихо молчат, что на пилеты уже награнулы, уже цена почти вдвое будет. То есть это тоже перестает быть каким-то особо экономичным. Во-вторых, у меня всегда один и тот же вопрос. Вот когда люди принимают такое решение, они просчитали, сколько тепловой энергии мы получаем сегодня из газа. Это первое. И второе. Хватит ли в Латвии лесу по энерго вот этим всем делам, чтобы заместить сегодня газ на щепу и пиле? Потому что легко принять решение, мы не будем пользоваться одним или вторым источником. Ну, тогда давай чем мы будем замещать? Европа попробовала ветром заместить. Мы сейчас сидим по тысяче евро счета за электроэнергию у некоторых домов. А хозяйств, которые в свое время поставили на кон судьбу своего дома и полностью оснастили его электрическим отоплением. Так что здесь нет однозначного ответа. И я думаю, что это вообще решение такое. Очень сугубо политическое, ничем не обоснованное. Потом, если мы говорим о том, что давайте возобновляемые. Возобновляемые оставшиеся, это щепа и пилеты. А есть место, где их хранить? Это первое. Второе. А есть транспорт, насколько увеличится транспортный поток, чтобы подвозить? Потому что эти ресурсы, они не настолько легко транспортируются и экологически чистят. Там масса вопросов. Непонятно, что люди... По-моему, люди просто работают за идеей. Вот должен быть социализм построен. Так и здесь. Должно быть зелень. Все, неважно, люди будут или нет. Но вот должна быть зеленая. Так что здесь комментировать что-либо трудно. Я думаю, что по результатам вот этого кризиса, который сегодня есть, энергетического, какие-то будут сделаны выводы. Но они будут далеко не такие, какие решения сегодня. Айвер, у вас есть что добавить? У меня много есть, что добавить. И терпливо ждал. Все тарифы, полностью все тарифы, которые мы сегодня наимеем, это вот то, что будет на мусор, то, что есть на электричество, то, что есть на отопление. Это полностью, полностью все решения государства. Полностью. Давайте по всем коротко. Электричество. Электричество, то, что сейчас... Не электричество, а мусор. Мусор, то, что сейчас объявили, что повысится этот тариф, это чистое политическое решение. Никаким образом это экономически не обоснованно. Это чистая политика. Чтобы мотивировать людей сортировать. Хорошо, это как-то кнут. А, ребята, где пряник? Потому что мы можем делать политику кнута. Сейчас конкретно это политика кнута. Я бы делал с другого, с конца стороны пряника. Поставить все эти общие площадки для сортировки и так далее. И потом только каким-то образом сказать, ну, ребята, начинайте сортироваться с 2023 года. Мы вам инфраструктуру поставим. И у вас будет возможность или дойти и сортироваться, или не сортировать и платить за завышенный тариф. Такая политика, наверное, была бы правильной, по-моему, для нашего народа. Может, я ошибаюсь. Дальше. Вот эти решения, которые приняли про отопление. Ну, мы куда загоняем людей, мы опять загоняем людей. Куда? К монополистам. Так у них был выбор между тремя монополистами. То есть Ригас Силтумс, Латвая Энерго, скажем так, или поставщики электроэнергии, и газ. Сейчас газ снимается, остается только Ригас Силтумс, или там централизированный, то, что кто-то обеспечивает, и электроэнергия. Пройдемся по электроэнергии дальше. Да, помним аферы ОИК, за которые мы сейчас еще все платим. И мой пример личный, где я задался вопросом, что вообще делать там несколько лет обратно уже с том, что грядет в электро, скажем так, рынке и в электрохозяйстве. И мы объединились, несколько ребят вместе, и сказали, давайте построим солнечные парки. И такие солнечные парки, которые будут масштабными, объемными, которые будут давать чистую зеленую энергию. Для этого там, в принципе, никакого большого саппорта с государством не требуется. Просто вот облегчить каким-то образом кредитные средства, которые там есть, доступны, и так далее, и чтобы поставить этот проект как-то на рельсы. Ну, на данный момент, это было два года обратно, на данный момент ни один большой солнечный парк не построен. Почему? Потому что такое отношение государства. Ну, вот честно, пофиг, всем пофиг. Да, вот когда уже эта проблема пришла им в лоб, стукнула, вот цена за электроэнергию, и что, что сделать. Ну, я посмотрел эти передачи, которые там шли, про это, что да, сейчас плохо, да, вот такая ситуация, что большой тариф. Единственное правильное решение – это энергия с ветра и солнца. Солнца. Так, ребят, я два года обратно вам уже предложил построить масштабные большие поля по солнцу, поскольку солнечной энергии, потому что инфраструктура латренерго позволяет собирать эту электроэнергию, да, и там, смотря, есть специальная даже карта, где можно строить эти поля и так далее, и это есть решение, но государство не сделало ничего. Вот я, как предприниматель, который работает в этой сфере, думает про эту сферу, я вам скажу, вот, ответственно, ничего не сделали. И то есть то, что мы на данный момент имеем, ту цену за эту энергию, ту цену за тепло, ту цену, которую мы будем платить за мусор, за вывоз – это все политические решения. Ничто не из этого, ничего такое, что не могли бы своевременно решить и каким-то образом уменьшить тот удар по бюджету домохозяйств, который сейчас на них придется. Поверьте мне, еще будет счета сейчас выставляться вот за декабрь, за январь, они будут очень большие, и у многих домохозяйств в Латвии будут проблемы. Про это никто не думал. Когда вот решали вопрос о том, как помогать нашим семьям, вот вчера тоже была передача де-факто, реальное домохозяйство рассчитало, что то, что они приняли, это влияние на их кошелек, это 7 евро. А теплоэнергия увеличилась там в разы. Ну, тогда про что мы говорим? Как бы они показывают, что они что-то делают, но насколько это реально, вот как еще раз таки, я с точки зрения чистого предпринимателя, который предложил государству решение, уже два года обратно давайте строить солнечный парк, да, получил какой-то суппорт, нет. Мы с Сергеем, когда вот в том числе ехали в Эстонию, везли наших, то есть, в министерство экономики, министерство финансов, чтобы меняться опытом, у них сразу же в формуле про реновацию, она была сделана так, что им выгодно многоэтажным домам ставить на крыше солнечные панели. Что сделали в Латвии? В Латвии сделали формулу эту так, что если ты ставишь солнечные панели, они не соппортировались еврофинансами, да, это раз. Если ты их ставил, ты, в принципе, уменьшал влияние эффективности этой формулы, и тебе чисто экономически не было выгодно их ставить. Это тоже политика государства. Понимаете, вот все, что мы на данный момент имеем, это не то, что решали, ну вот мы как жители, да, как предприниматели, то, что решало государство, что нам вот так выгодно. Эти вновь принятые решения и тарифы, это, к сожалению, вот еще глубже в деле. Ну вот не сейчас выйти с этой ситуации и сказать, ребят, ну, по-моему, мы не туда едем. Мы едем. Ну, я могу сказать честно всем политикам, которые придумают, ребята, мы не туда едем. Давайте выйдем с этой ситуации, посмотрим извне и поймем, что реально можно решить. Это можно решить, да, не завтра, но ни одно решение на данный момент не было такого, чтобы я как житель Латвии, я как предприниматель, чтобы я увидел, что через 3 или 5 лет мы получаем какую-то энерго-независимость или еще что-то, вот все эти решения, они наоборот, они на какую-то монополизацию, ну, вот что-то плохое для жителей. Ну, вот если я не прав, если хоть одно из этих решений во благо жителей, ну, вот, кидайте. Но я не вижу на данный момент, чтобы хоть одно решение было принято во благо жителей, в том числе те, которые последние вот суппорты по том, что тариф Садал Стиклс будет уменьшен, он не во благо жителей. Ну, вот нема благо. Вот посмотрите статьи своего счета, всех за всю коммуналу, которую вы платите, и вы поймете, где главные позиции, что нужно суппортировать. Ну, не это место. Ну, вот, давайте поговорим про это. У меня сразу вот вопрос. А чем же все-таки провинились газовые котлы? Поскольку ведь многие отмечали, что в чем прелесть, что то, что газовый котел позволяет подключать и уменьшать, то есть каждый человек может в своем, ну, если он живет в индивидуальном доме, и может сам регулировать, если, ну, ему слишком дорого, ну, хорошо, он может уменьшить в какие-то вот даже холодное лето, или там что-то он может, наоборот, включить отопление, чтобы прогреть дом. В общем-то, ну, куда ни посмотри, вроде кажется, что это, ну, невероятно удобно. И вот в чем провинились эти газовые котлы? Почему их запретили? Я слушал политиков и риторик политиков, которые вот после принятия решения каким-то образом пытались это обосновать. Это связано с, да, вот то, что уже Сергей упомянул, с зеленым мышлением о том, что на какой уровень СОО должны выходить какой-то год. Поняли уже, что начали двигаться уже поздно, ну, и какие-то вот такие панические решения начинаются, чтобы уменьшить. Но это не главный загрязнитель города ГАЗ, ну, точно нет. Ну, я не знаю, откуда такая статистика, что сейчас газовые котлы, главные эмиссенты, да, и та сфера, на которой нужно действовать. Это раз. И второе, я думаю, то, что не говорят, но, скорее всего, это какая-то вот опять-таки политические решения насчет того, что все же вот Россия каким-то образом имеет влияние на рынок газа, да, и своим каким-то решением. Может это повлиять на это, вот, чтобы была какая-то думанная, скажем так, энергетическая независимость. Ну, ребят, опять, ну, не туда, опять на это решение совсем не туда. Ну, Сергей добавит, ну, может, и спорит, но я вот опять вижу, что это в дебри, просто вот, ну, в дебри. И я соглашусь с Сайвером, что, ну, на самом деле, я думаю, так, нынешний энергетический кризис, это не борьба, там, за зеленую экономику, это борьба с газом. Это просто борьба с газом, и, точнее говоря, борьба с российским газом. Потому что эйфория та, которая была от зеленой энергетики, это было 2-3 года с теплыми зимами, с большим количеством ветров и большое количество солнечных дней. И зеленая энергетика показала, что вот когда все так построено в природе, что это способствует выработке этих вот ветерогенераторов и солнечных панелей, все было окей. И можно было тогда снижать цену на газ, и можно было сказать, что мы от газа независим. Как только погодные условия изменились, сразу выяснилось, что запасов энергии нет. Потому что зеленая энергетика сегодняшняя, она такая. Есть солнце, есть энергия. Нет солнца, нет энергии, хоть там танцуй, пляши и чеши у себя в голове, все равно она не появится. Ну и, конечно, второе, это отказ от, особенно при Балтике, отказ от энергетического снабжения со стороны Востока. Тоже по политическому, это чистая политика. Мы будем независимы от России, мы будем брать энергию где? На Западе, которая производится на чем? На российском газе. Соответственно, если мы берем ее не у первого источника, а берем ее через посредников, соответственно, все и будет цена энергии. Насколько я понимаю, все это может закончиться с очень нехорошими вещами. Я читаю, я понимаю так, что Россия сейчас собирается строить второй провод на Китай и дальше продолжать его дальше, что освободит Россию от необходимости или от желания вообще на Запад поставлять газ. Вот тогда будет полная независимость. Тогда мы боимся, что мы можем вкусить по полной программе все прелести того, что есть. Потому что на самом деле, вы говорите, тепловые насосы приняли старт. Ну а кто говорит о том, что тепловые насосы не во всех режимах окружающей среды эффективны? В теплую зиму он не сможет согреть, потому что тепловой насос работает, на принципе, наиболее эффективно, когда есть определенная разница температур между той температурой, которая есть в земле и снаружи. Чем холоднее на улице, тем эффективнее работает тепловой насос. А если будет плюсовая температура? Топить-то все равно надо, а тепловой насос там может вообще отказаться. Поэтому здесь нет однозначного ответа, а то, что здесь замешана политика, причем, по-моему, политика с мышлением очень краткосрочным, это для меня более-менее понятно. У нас, между тем, есть звонок 67212-939. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут два вопросика хотел дополнить насчет солнечных батарей. Я вот тебе их поставил в ноябре, ну так, чуть поспешил, а потом выяснилось, что зимой-то они почти ничего не дают. Работают только с марта, ну, где-то там по октябрь. Так что солнечные батареи, это только помощь, ну, частным хозяйствам будет. Во-вторых, насчет газа. Вот, допустим, есть такой город северный, Саукрасто. У нас не газа, нет центрального топления, у нас есть только печки, там кто как топит. И вот государство сейчас громко так вот говорит, газ не нужен. Ну, сделайте, что они могут придумать Саукрасто. Построить новую текст там, но никто не будет строить. Поэтому я обращаюсь к вам, вот подскажите, как сделать так, чтобы Саукрасто провели газ, допустим. Хотя бы газ, я о другом не говорю. Спасибо. Спасибо. Ты ничего не подскажешь? Беря во внимание такого рода решения, уже газ тоже скажет, зачем нам что-то прокладывать, если государство своим решением нам запретит что-либо там. Вот такого рода, поймите, с точки зрения предпринимателя любого, то же самое вот газовой или теплоэнергии по снабжению, в том числе и самоправленческих, всех этих котельных, они же планируют свое действие в 5-10 лет вперед. И вот такого рода решения, они же на корне все это срубают и все. Ну посмотрим тоже город Юрмала, который на географическом, он растянутый город. Если мы посмотрим сейчас, каким образом подключались последние 10-15 лет все новостройки, все новостройки подключались к газу. Почему? Потому что сети, теплосети города, они не проложены по городу. Из этого вот было хоть у жителей Юрмала было два варианта. То есть если нету одних сетей, можно обратиться к другим. А сейчас одно зарубает, в принципе. Развитие газовой сети таким образом, вот с таким решением, просто зарубает на корне. Ну, по-моему, это не совсем правильное решение. Ну, во-вторых, в той же Юрмале, что меняем на билетные котлы. То есть что там будет? Будем жечь гранулы, если их хватит опять. Или юрмальскую сосну пустим на гранулы. Понимаете, здесь вопрос же в том, что зеленая энергетика хороша, если ты умеешь ее аккумулирует, накапливает. Чем хорош газ? Есть подземное хранилище, туда на зимние потребности полностью закачиваются, она там лежит. А батарея сегодня солнечная дает, ну, очень большое количество энергии. А куда ее девать? Ее же ты не можешь сохранить. Ее должен отдать в сети, тут же использовать. Ее не можешь хранить. То же самое касается и остальных. Ветра и так далее. Сильный ветер, много электроэнергии, но ее нужно немедленно израсходить. Аккумуляторных станций построить? Ну, это тоже будет еще тот вопрос. Не хочется даже продолжать эту тему, честно говоря. Там сегодня никаких расчетов особых, по-моему, нет. Сегодня есть идея. У нас приходят пока и вопросы на WhatsApp. В частности, один из слушателей пишет, можно ли пригласить Сергея и Айвера в наш дом на общее собрание, чтобы они поговорили с боящимися соседями перейти под их управление? Предоставляют ли они такую услугу? Берут ли дома под свое управление? Я предлагаю связаться с нами. Это не вопрос в эфире. Понятно. Можно найти, но у нас меня Айвер неоднократно объявлял свой телефон. Может, еще раз его объявить? Я говорю, что меня можно найти через Google, через поиск, слово поиска 2К2. Айвер телефон, наверное, назовет еще раз. Мой телефон 2-9-7-5-7-6-6-3. И к нам обращается к Сергеям очень много вопросов. Потому что есть всякого рода сложные вопросы. Вот один из последних я получил от жителей Ниццы одного дома, где собирается делать сиреновацию. Нам тоже прислали. Мы с Сергеем рассматривали просто что как есть. Мы просто вот в этом, скажем так, очень глубоко, долго. И мы просто делимся своими знаниями настолько, насколько хватает нашего времени. Мы просто так делимся. Так что кому нужны наши знания, мы по возможности мы одна отвечаем на те вопросы, запросы людей, которые вот к нам приходят. Ну и вот как раз тут просят поделиться знаниями. Вопрос следующий. Если мы годами будем жить в локдауне, то как мне ознакомиться с делом дома? Меня интересуют конкретные документы на конкретно проведенную работу. Кто проводил, с чего согласование и за какую цену? Спрашивается. Ну, по ознакомлению я уже не раз говорил. Конкретные вопросы посылаются в письменном виде своему управляющему с просьбой дать возможность ознакомиться с этими вопросами. Несмотря на локдаун, у управляющего есть обязанность подготовить эти документы, пригласить человека, создать условия, чтобы он мог и разнакомиться. В согласованное время выделяется помещение, человек приходит и, соблюдая предписанные гигиенические нормы, он может ознакомиться. Я не вижу здесь проблем в локдауне. Здесь, наверное, другая проблема. Да, если человек знает, что конкретно он хочет увидеть, это, возможно, одна бумажка или две бумажки, где там смета написано и какой-то прям издаточный акт. Да, это же вообще не проблема ее даже скопировать и выслать в электронном виде. Нормально, дом права, никто же не будет прятать информацию, если ясно, можно идентифицировать этого человека, что он является собственником, он имеет доступ к такой информации. Человек пишет, вот нам поставил солнечные панели и очень доволен. Летом, когда энергии много, все отдаю Латвэнерго, у них специальный есть счетчик, а зимой забираю. Да, и, к сожалению, эта программа относится только к физическим лицам, например, я как юрлицо. Проблема в чем? Солнечной энергии. Что ты ее собираешь, то, что Сергей уже сказал, и, скажем так, технология накопительная, она очень дорогая, из-за этого не стоит делать свои накопители, и нужно ее отдавать в сеть. Да, Латвэнерго. И потом Латвэнерго тебе говорит, как физлицу, хорошо, в течение года ты можешь воспользоваться той электроэнергией, которую ты сдал нам в сеть. Но заплатив какую-то комиссию. Но проблема в том, что юрлица, опять-таки смотрим с точки зрения государства, кинули косточку физлицам, вот вам пытайтесь. Сколько физлицы должны построить такие парки на своих крышах понемножку? Да, это есть как возможности, думайте, пользуйтесь, считайте, смотрите экономическую выгоду и так далее. Но я пришел как юрлицо, я спросил у них, слушайте, у нас большие крыши, много крыш домов, вот дайте нам возможность сдавать электроэнергию. Нет, это только физлица. Это даже вопрос не хозяйственный, не юридический, просто это политика. Политическое решение принято только физлица. Вот понимаете? Не юрлица. Ну, просто юрлица обладает намного большими крышами, куда поставить батареи, эффективность больше. Еще один пришел в этот вопрос. Управляющая компания не проводит ремонт под предлогом, что не может найти специалистов. Предлагает владельцам дома самим отремонтировать, а управляющая компания, ну вот якобы заплатит. А если не оплатит нашу работу, что тогда нам делать? Ну, я понимаю, что такое смущение, вот как кто будет рассчитывать, сколько это будет стоить, какие вложения, что? Начнем, может быть, с другого конца, с того конца, что ответственность за управление жильным домом лежит на владельцах квартир. И управляющая компания является лишь их уполномоченной персоной. Если ваша уполномоченная персона в этой ситуации, если у нас нет работников, мы не можем эту работу выполнить, которая вам нужна, но хоть, по крайней мере, они честно вам ответят. Чтобы дальше, механизм, каким образом поступить в такой ситуации, ну, в действительности, вы можете, любой из вас может выбрать любую компанию, сказать, вот, по-моему, я проверил их, я с ними общался, вот они годятся нашей работы, давайте про них проголосуем. Чтобы не было такой ситуации, что они сделали свою работу, а исполнитель, который жители выбрали, не получил деньги, тогда вы можете поставить на счет бедрибы, да, например, эти деньги, и сказать своим решением, что вот до начала работы, до такого-такого числа, буду, дом убрав, должен пересчитать вот такую-то сумму денег на такой счет бедрибы, да, чтобы не было так, чтобы вы сами, как бедрибы, контролировали свой счет. Открытие бедрибы, напомним, это вопрос двух людей и недель, да, вот, ваше решение, счет деньги на счету бедрибы, вы сами контролируете, когда вы будете расходовать эти деньги на эту работу. Вот и все. Тут еще одно сообщение пришло. Здравствуйте, у меня не совсем вопрос, или все-таки вопрос. Кто-нибудь в госаппарате подумал, к чему приведет подорожание, вот, на переработку мусора, а именно, насколько будут загрязнены все леса и поляны возле Риги, улучшится ли экология? Я думаю, никто не думал про это. И это как раз таки, я не знаю, откуда я получал эту информацию, или это был в Фейсбук, или откуда, но вот как раз таки с осложнением вывоза мусора, вот строительное, в том числе, удорожание, увеличилось количество числа выброса мусора в лесах, или что где-то. Я думаю, что законодатель не обязан об этом думать. Он принимает закон, делает так. И он свято верит, что, как он сказал, так все и будут делать. Жизнь немножко другая, но тоже варварский выход вести в лес. Тоже варварство. Но, не знаю, понимаете, здесь, с одной стороны, есть проблема, которую надо решать, с другой стороны, просто для меня не очевидно, может быть, даже не в плане денег, а в плане объяснения действий, что это правильно, так как мы идем. Потому что, еще раз напомню, есть два пути работы с мусором. Один, который мы принимаем, условно говоря, скандинавский, где весь мусор тщательно сортируется в квартире в пункте разделения чайных мешочков на скрепки, бумагу и чай, и так далее. И второе есть то, что присутствует в Западной Европе, когда мусор собирается, везется на большие громадные мусороперерабатывающие заводы. Там он тщательно сортируется, там он тщательно промышленно разделяется, и все то, что не пошло на переработку, там же на этом заводе уничтожается. Такой завод, допустим, есть в Вене. Прекрасно работает, он чуть ли не в центре Вены стоит, не загрязняет ни окружающую среду и так далее. Поэтому есть разные подходы. Мы выбрали самые примитивные. То есть кто-то где-то чего-то рассортирует, потом, если кто-то видел, как это сортируется, в дальнейшем вот это вот, когда мы сортируем, накидаем в одну емкость картон, бумагу, полиэтилен, пэт-бутылки и там еще что-то, да, и металл. Потом это все привозится на ту же фирму, которая вывозит, и там вручную начинается сортировка. Еще одно. Поэтому здесь, я скажу так, здесь я не вижу такого, ну, единого подхода, единой концепции. Скорее всего, в наших условиях, в нашей маленькой стране, в наших, относительно маленьких городах, наверное, мусороперерабатывающий завод был бы гораздо выгоднее, нежели все остальное. А скандинавский вот путь, ну, сейчас вот еще, мы, наверное, успеем один звонок принять. Здравствуйте. Доброе утро. Вот сортировка мусора, знаете, и сознательность наших людей тоже, не знаю, когда мы пройдем к нормальному понятию. Причины все разные. Нам за то, что мы сортируем, нам за это не платят, а то, что за это не надо платить, ты не объяснишь. Потом, там, где сортировано, взял, бросил то, что там и не положено бросать. Это уже опять не пойдет, как сортированное. Поэтому, не знаю, критиковать, конечно, есть там много причин, действительно, где ставить и что ставить. Ну, я говорю, люди просто не хотят. Там будет вонять, а зачем хотят? Вот и до метров 20 когда-то стояли эти мусорники, не воняло, ничего. Я говорю, ну, давайте сделаем закрытые. А это опять надо платить. Ну, в общем, сотня причин, чтобы это не делать. Ну, может, цены немножко заставят это делать. Спасибо. Спасибо. Ну, можно поставить цены так, что ничего делать не будет. Потом, когда мы говорим о зарубежном опыте, я сейчас вспоминаю в молодости, я видел телепередачи, где в Японии ставили контейнеры для сортированного мусора, которые говорили спасибо, там, улыбались тебе на экране и так далее. То есть, какая компания? То есть, японцы, допустим, приучали к сортировке мусора в свое время детей. Им было любопытно подойти, там, в баночку засунешь, и тебя в ответ там что-то там выскакивает. Поэтому здесь вопрос такой. Во-первых, мы в момент революции не совершим, и завтра не построим всех, как в армии, здесь направо, здесь налево, здесь прямо. Так не будет. Ну, и опять-таки, я не очень уверен, что вот это вот ползание, сейчас уже 4 машины ползают, то есть по 4 видам мусора, потом будет 8 машин ползать. Ну, чем-то это закончится должно. Те предлагают, давайте поставим меньшие контейнеры, поставим меньшие контейнеры, значит, машины будут ходить чаще. Кроме того, что раз они должны ходить чаще, того машинного парка не хватит, надо добавлять машинный парк, потому что чисто по логистике. Машина не сможет заполниться полностью, потому что она едет, вот 30 точек, она должна, условно, за день проехать, ну, значит, она должна проехать их раз в две недели. А СО2, которое производит мусорная машина, это кто-то считал? Ну, плюс к тому, разбитые дороги, давайте говорить так, разбитые дороги, ну, всякие выбросы вредные от машины, утилизация машины. Я говорю, что здесь очень много есть нюансов, которые, наверное, это такое, должно быть очень сильно компромиссное решение, но хорошо просчитанное, а не просто, вот давайте, вот я был, у меня такое впечатление, что депутаты Рижской думы, они в основном ездят в Скандинавию, они дальше никуда, видимо, у них не хватает возможности поехать. Вот они начинают брать это. Насколько это правильно, насколько это соответствует нашим возможностям, все-таки у нас очень маленькая страна. А потом еще я хочу сказать одно, не надо говорить, что этот мусор вывозится бесплатно. Сортированный мусор вывозится бесплатно, потому что мы его утилизацию оплатили в момент приобретения товара. Об этом тоже надо помнить. Потому что есть даба с ресурсом, но удоклистый, есть налог на природные ресурсы, и любой товар, который заводится и проводится в магазины, облагается этим налогом, и он предназначен для того, чтобы утилизировать упаковку. Все это уже оплаченная нами же услуга, никакая-то неблаготворительность. Просто другой вопрос, хотим ли мы эти деньги вернуть себе назад, или нет? Ну что же, наверное, на этом мы будем завершать сегодняшнее мусорное продолжение этой темы. Очень чувствуется взволновало слушателей. Можно писать заранее, задавайте ваши вопросы, присылайте их на номер WhatsApp 2306191. Сергей Сидор, Кайвер Гонтарев сегодня отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое нашим уважаемым экспертам. Это была программа «Добро пожаловаться». До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. До свидания.